Развитие агропромышленного комплекса, безусловно, будет одним из приоритетов и бюджета Ненецкого округа. Кроме того, в казне 2016 года найдет отражение и социальная политика. Депутаты окружного парламента на очередной сессии приняли ряд важных социальных вопросов, которые коснутся людей высокого возраста, семей, воспитывающих детей и граждан, имеющих инвалидность. В частности, депутаты приняли законопроект, позволяющий провести более масштабную оздоровительную кампанию для детей округа. И, как отметила глава региона Игорь Кошин, объем средств на данную программу остается неизменным. Любовь Пермякова с подробностями. Ряд принятых законов социальной направленности в новом году коснется лиц пожилого возраста. Единовременная выплата ко дню пожилого человека гражданам, проработавшим на территории округа не менее 15 лет и достигшим 70-летнего возраста, заметно вырастет и составит 16 тысяч рублей. Увеличится и доходность неработающих пенсионеров. В целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год принят закон об установлении прожиточного минимума для пенсионеров округа. Было принято решение о том, что на 2016 год мы устанавливаем размер прожиточного минимума в размере 16 тысяч 510 рублей. До этого был в этом текущем году размер составлял 14 тысяч 210 рублей. То есть те граждане, которые получат пенсию ниже установленной суммы, а именно 16 тысяч 510 рублей, смогут получать доплату из окружного бюджета до уровня величины прожиточного минимума. Данная социальная мера в виде доплаты коснется примерно тысячи человек. Окружными депутатами также внесены изменения в критерии предоставления звания ветеран труда. Отработав люди достойно, имея грамоты уровня Нинецко-автономного округа, возрастной ценз для них не меняется. Но если же претендуют порой люди, у которых была в практике своей жизненной судимость, относящаяся к особо тяжким, то вот, к сожалению, такое звание он не сможет получить, потому что это звание очень высокое. Помимо этого, для получения звания необходимо соблюсти и ряд других требований. Звание ветеран труда присваивается при наличии трудового стажа для женщин не менее 35 лет, для мужчин не менее 40. В отношении лиц, которые имеют государственные награды или ведомственные знаки отличия, а также в отношении категории ленинг, о чем работники, рыбаки, охотники, промыслыки, звание ветеран труда присваивается при наличии стажа женщин 30 лет, мужчин 35. В новом году изменится и порядок предоставления путевок мать и дитя. Теперь воспользоваться таким правом могут дети, имеющие третью, четвертую и пятую группу здоровья. Мать и дитя. Путевка по-прежнему сохраняется только лишь ребенок ограничится возрастом до 9 лет. Но, тем не менее, сопровождать ребенка может уже и бабушка, и дедушка. Вот законно мы это приняли. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15 лет. Уменьшение возраста сотрудники департамента здравоохранения связывают с тем, что путевка мать и дитя дорогостоящая и составляет на ребенка и родителя более 100 тысяч рублей. На такую сумму поправить здоровье смогут 5 ребятишек. Начиная с 10 лет, теперь ребенок может отдохнуть в составе организованной группы, направляющейся на отдых в детский оздоровительный лагерь. Еще одно изменение касается детских выплат и затронет многодетные семьи. Выплата в размере 6 тысяч рублей родителю или иному законному представителю, совместно проживающему, филактически воспитывающему ребенка, которому не предоставлено место дошкольно-образовательной организации. И выплата многодетным семьям, ежемесячная компенсационная социальная выплата в связи с рождением 31 декабря 2012 года, третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в размере прожиточного минимума установлено в низкоавтономном округе. В целях систематизации межсоциальной поддержки предлагается установить, что граждане, имеющие право на указанные выплаты, имеют право на одну из них, по их выбору. Важные изменения коснется и программа ипотечного жилищного кредитования. Уже несколько лет у нас в округе действует так называемая социальная ипотека, согласно которой граждане округа, в том числе и молодые семьи, могут улучшить свои жилищные условия. Учитывая, что сегодня средства окружного бюджета идут, прежде всего, на обеспечение мер первоочередников, основная очередь, она не движется. И сегодня она составляет примерно около 1000 человек. Поэтому сегодня принято на сессии окружного собрания депутатов решение о том, чтобы средства окружного бюджета поровну направлять на очередь первоочередников и на основную очередь. В первую очередь войдут нынешние первоочередники многодетные семьи, усыновители и семьи с ребенком-инвалидом. Во вторую – остальные категории. Бюджетное ассигнование планируется распределить между этими двумя очередями в равных долях. Условия предоставления мерц социальной поддержки для лиц, имеющих инвалидность в 2016 году, тоже изменятся. Теперь единовременную выплату ко дню инвалида в размере 10 тысяч рублей смогут получить граждане, прожившие на территории округа не менее 10 лет. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север».